всем привет вы на канале амигуруми life это канал о вязании добро пожаловать сегодняшнего дня сегодня 2 февраля я начинаю свою рукодельную неделю будут такие мини включения где я буду показывать что в течение недели я делала и какие у меня процессы готовы игрушечки я в этом видео показывать не буду потому что совсем скоро выйдет еще один обзор новых игрушек вязаных какие в этом году вязала вторая часть первая часть уже есть на канале поэтому можете перейти и посмотреть там огромная корзина игрушек разных ну а сейчас я вам покажу что я делаю это у меня такие мини тушки меня их 4 штуки уже связано это пандочка малыша реки само тело пандочки уже готово у меня их будет 4 штуки и на моем канале есть мастер-класс по вязанию вот такой замечательной пандочки поэтому ссылочки будут внизу в описании переходите и смотрите вяжите вместе самой со мной кому захочется вязать ее довольно таки просто ничего в ней сложного нет но интересно узнаваемая игрушка и маленькие детки очень любят этот мультик и также игрушки и так 4 тушки у меня на данный момент готовы и сегодня выходной поэтому я еще буду продолжать вязать на сегодня много времени я начала вязать ушки тоже пандочки тоже легко очень вяжется вот у меня пока что не связала две пары на 2 пандочек сейчас продолжу вязать ушки ножки и ручки потом уже останется бантик и оформление но не знаю получится ли у меня сегодня доделать потому что у меня черные нитки осталось мало и не знаю хватит ли мне на всех пандочек или нет скорее всего сделаю 2 а завтра схожу за пряжей продолжу вязание вот так что это что касается вязание моим процессы еще у меня давно как-то видео показывала вам свою вышивку какую я делаю нас пальцев я сейчас снимать не буду вот так она у меня продвигается потихонечку последний раз я наверное показывал когда было бы что вот это только часть я закончила вот здесь лист и продолжила дальше это будет соборная площадь вот если издалека посмотреть то здесь внизу людям гуляют и здесь церковь и дома разные в общем очень красиво получается она в монохроме всего восемь цветов и конечно же тяжело вышивать потому что они между собой переплетаются но и разницы в цветах очень мало они практически вот однотонные поэтому в общем потихонечку она у меня продвигается я с ней не спешу это лично для меня вышивка поэтому как сделаю так сделаем в общем вот так что ж и сейчас я вам покажу какую пряжу я купила но брал взяла не все в магазине некоторых цветов не было поэтому надеюсь что они привезли и завтра еще раз хожу посмотрю что же там еще привезли какие мне цвета необходимыми итак давайте покажу какую пряжу я купила начну я с детской новинки в основном у меня будет детская новинка сегодня как-то именно ей я затарилась я хотел купить что-то наподобие какой-то полухлопок но к сожалению по цветам я никак не могу найти замену детской новинки потому что цветовая палитра в детской новинке конечно очень разнообразно но последнее время мне почему-то не очень нравится вязать из нее игрушки как там больше я предпочитаю полухлопок или хлопок но пока что я не нашла чем заменить эту пряжу yarnart джинс мне нравится но он потолще будет детской новинки и цена в наших магазинах конечно она кусается она выше 100 рублей за маленький моточек в интернете конечно я еще не искала не смотрела почем там стоимость но конечно там значительно меньше в общем пока что ждать с интернета довольно долго мне нужно именно сейчас в итоге пришлось все-таки купить опять детскую новинку но полностью конечно я отказываться от нее не буду потому что есть и цвета которые мне очень нравится именно в детской новинке в других пряжах я такую цветовую палитру не находила и некоторые игрушки они конечно по-другому смотрятся из новинки лучше чем из хлопка и так я взяла в детскую новинку цвет белый две штуки это как раз у меня будут еще пандочки я буду делать и на глазки на всякие там девочку так дальше я взяла два цвета детская новинка это цвет венерин башмачок он такой нежно-голубой из этой пряжи я вяжу кроши смешариков и мастер-класс тоже есть на канале поэтому если вы его еще не видели и захотите вместе со мной связать его и обязательно переходите ссылочки как я уже сказал все будут внизу поэтому переходите и вяжите вместе со мной значит 2 2 цвета венерин башмачок я взяла далее взяла два цвета это по моему желток до желток ярко желтый из этого цвета я буду вязать пикачу и железного человека он мне нужен там для маски и для отделки костюма вот поэтому два цвета желтых я тоже взяла пикачу скорее всего буду вязать и брелочки и также самого покемончика далее цвет оранжевый я тоже взяла 2 это у меня пряжа пойдет на три кота которых у меня в данный момент нет и мне нужно конечно же связать всех трех героев и по несколько штук поэтому тоже уйдет много взяла 2 ма . хотела вот именно оранжевый перевести три кота на полухлопок но оранжевый цвет есть полухлопки я его уже подобрала а вот зеленый и голубой на цвет компота и коржика я к сожалению пока не нашла красный есть карамельку но всех трех героев мне нужно делать в одними ниточками чтобы был комплект и и не отличался друг от друга поэтому пока что я думаю ну свяжу из детской новинки а потом посмотрю еще может быть все таки перейду переведут три кота на полухлопок так и я взяла один цвет вот этот мне самый популярный цвет это светлая бегония он нежно-розовый него всегда беру очень по много но к сожалению вот был всего один моточек и других все цвета закончились вот этот цвет закончился не знаю привезут завтра или нет схожу посмотрю я из него вижу нюшу нюшеньку бегемота пинки пай в общем много у меня игрушек именно из этого цвета и я бы конечно взяла намного больше моточков но к сожалению один пока что так и с детской новинкой я закончила я взяла еще вот такая пряжа мне очень она тоже нравится она потолще это удачный выбор это ярко красный вот красный маг сейчас я вам покажу значит 200 метров 100 граммах в общем это пряжа мне тоже очень нравится она такая прямо тоже приятная хоть она и акрил похоже на детскую новинку но немножко другая по ощущениям и я люблю из нее делать человека паука брелки потому что вот из детской новинки в 2 она получается грубовато вот из это получается хорошо и я также делаю большого человека паука из нее вот так что я сегодня немножко повязала сейчас 5 часов вечера 2 февраля у нас продолжается и у меня закончилась к сожалению черная нитка поэтому наверное сейчас переключусь на какое-нибудь другое вязание значит что у меня получилось для пандочки это три пары ручек три пары ушек два хвостика и всего одна пара ножек в итоге я могу сейчас полностью собрать только маленькую одну пандочку это на глазки мне уже черного не хватит все остальные придется отложить до завтра конечно маленькие детальки я еще пришью сейчас а то что останется свяжу завтра и покажу вам что буду вязать следующее так время 7 часов вечера я уже пришила маленькие детальки 1 пандочки мне осталось сделать для нее только бантик и глазки и она будет готова также я пришила маленькие детальки еще двум пандочкам но к сожалению черного не хватило на ножки или на хвостик поэтому отложу пока и буду заниматься другим делом так и еще одна паночка у меня осталось без всего просто тушка и все вот поэтому тоже пока отложу и сейчас наверное буду вязать пандочкам бантики вот такой у меня яркий цвет этот цвет я использую очень редко только для бантиков пандочки и для пинки пай для гривы но если только платьишко еще какой-нибудь связать а так в основном этот цвет идет только на гриву и на бантики у меня вот поэтому сейчас сделаем бантики но не знаю хватит мне такого моточка на 4 бантика или нет если нет том придется завтра тоже докупить так что пойду вязать всем привет сегодня уже 3 февраля следующий день воскресенье я вчера вечером не стала больше снимать но я довязала как раз 4 бантика на пандочек такие они у меня получились ниточек мне хватило и поискав в своей корзине я нашла еще маленький клубочек черного может быть мне хватит хотя бы еще на одну паночку мы посмотрим вот так что продолжу сейчас вязание пандочек и потом покажу что у меня получилось всем привет сегодня уже 5 февраля я вчера ничего не снимала пока пришла с работы занималась домашними делами и вечером успела немножко повязать значит что у меня получилось купила я черную нитку и довязала пандочек у меня получилось их четыре штуки это пандочка малыша реки так она выглядит как я уже говорила мастер-класс есть на канале поэтому можете переходить по ссылочке и вязать вместе со мной нравится мне эта игрушечка она не очень сложная по вязанию и в то же время довольно таки симпатичная и малыши и очень любят она из этого из мультика малыша реки и еще я немножко повязала я связала такие блинчики четыре штуки это будут брелки человек-паук в общем они такие немножко сплюснуты и это не шарик будет карабинчик и мне нужно будет их еще сделать маску человека-паука я не успел сделать вот четыре штуки и один у меня маленький получился пробный вот такой там я уже сделала вышивку осталось сделать только глаза вот так он будет смотреться вот здесь будут холоски белым вышиты вот и всего у меня их будет пять штук но сначала я связал этот маленький он мне не понравился очень маленький и побольше мне больше нравится здесь в этом брелки основание 2 прибавка здесь 3 прибавка вязала я из пряжи удачный выбор я ее вам показывал в покупках красного цвета такого приятного вот и в общем сделала я 5 штук таких сейчас вечером сяду их уже оформлять чтобы они у меня были готовы и может быть еще что-нибудь свяжу еще какую-нибудь игрушку но скорее всего вряд ли потому что времени уже много и и если честно я устала я в рабочие дни тяжело мне вечером вязать потому что с работы приходишь устаешь и вязать приходится уже поздно поэтому не знаю получится ли у меня сегодня еще что-то сделать но вот эти я по плану хотела бы конечно доделать сегодня вот а завтра уже включусь и покажу вам их в готовом виде а также скажу что еще я буду вязать какие игрушки еще хочу показать вам меня в последние дни очень сильно отвлекала вот эта книжечка это загадочные убийства джессика фэллоус таким классический английский детектив начала 20 века довольно таки интересное было повествование но в итоге я немножко разочаровалась в этой книжечке но очень хотелось дочитать поэтому я вязание отложила и занимался чтением вот так что сегодня я ее дочитала поставила ей троечку из пяти им и со спокойной душой возьму крючок и продолжу вязание свое всем еще раз привет сегодня уже 7 февраля а вчера я не снимала потому что плохо себя чувствовал последние два дня у меня держится температура я немножко приболела и это наверно слышно по моему хрипому голосу поэтому я лежала в постели и болела но 5 февраля я все-таки сделала свой план я доделала брелки человеков пауков вот такой он у меня получился маска у меня не полная не на весь не на всю голову а только на половину вышитые белые глазки и паутина в общем такие маленькие брелочки я их довольно часто делаю это не первый раз уже потому что многие покупатели не могут позволить себе большую игрушку особенно если это подростки а вот маленький брелочек он очень недорогой цена у него довольно таки приемлемая поэтому такую игрушечку может при приобрести себя каждый в общем эти пять штук я доделала я думаю что мне на ближайшую ярмарку их хватит больше делать их пока не буду и вчера хоть у себя и плохо чувствовал но я все-таки переселила себя и связала вот такие три заготовочки сейчас вам покажу это тоже будет брелок только это будет покемон пикачу он ярко-желтого такого цвета связан он из детской новинки две нити и цвет называется желток я к нему еще приделаю ушки и мордочку им будет такой пикачу ну трех мне мало наверное сделал еще одну сейчас заготовочку чтобы их было четыре штуки вот вчера уже не осилила потому что даже в больном состоянии я все равно продолжаю работать и туда ходить и конечно же вечером после такого рабочего дня тяжелого очень тяжело что-то сесть и повязать поэтому не так уж много я сделала за эти два дня всего лишь доделала пять брелочков и три новых брелка но сегодня мне уже значительно лучше и я надеюсь что я сейчас продолжу все-таки работать и доделаю пикачу еще одну тушку и оформлю их до конца чтобы у меня брелочки уже были готовы и и покажу вам какую я сейчас читаю книжку это сглаз томас олд хьювилд довольно таки устрашающая обложка на мой взгляд ну и содержание наверное тоже потому что я ее вчера только начала прочитала всего 50 страниц и конечно же когда читаешь поздно ночью ну такие книжки довольно страшные читать поэтому скорее всего я ее буду читать выходные днем а на ночь подберу что-нибудь поспокойнее потому что это прям нервы щекочет нам глядем вот поэтому пойду дальше продолжать вязать и встретимся уже наверное завтра сегодня уже пятница я пришла с работы и решила сделать себе небольшие подарочек буду кушать вот такие вкусняшки мне тут вкусные роллы вот а потом пойду работать и покажу что я сделала вчера и какие планы у меня на сегодня а пока что вот такое меня ужин покажу вам сейчас что я сделала за вчера я сделала 4 брелочка пикачу у меня было три заготовочки и я связала еще одну голову а также всем ушки и оформила мордочки очень долго я с ними про сидел вчера практически на поздней ночи все потому что здесь очень много мелких деталей то есть нужно каждому вышить ротик носик и вот эти щечки сначала я сделал их просто как вышивкой но ниточка довольно толстая и вышивать ровные кружочки довольно тяжело это заняло очень много времени поэтому следующую голову я попробовал связать кружочки и их пришить получилось конечно намного ровнее но пришивать мне не очень понравилось потому что они вот если на камеру посмотреть они выпуклые если здесь они плоские то здесь прям такими шишечками выпуклые получаются эти колечки в итоге два брелочка я сделала с связанными колечками их пришила и два прилучка я сделала просто вышила щечки иголкой и так мои маленькие покемон чеки готовых мне получилось 4 штуки карабинчики потом пристегну перед самой ярмаркой если вас заинтересуют такие милые брелочки то можем связать с вами такой брелок на мастер-классе поэтому пишите в комментариях нужен ли мастер-класс на вот такую вот игрушечку на пикачу и я обязательно вам сниму такой мастер-класс и мы с вами свяжем вместе вчера я очень долго обсуждала с покупательницы заказ девушка захотела заказать на день влюбленных игрушку мы долго обсуждали размер цвет и вид этой игрушки и наконец-то пришли к согласию и что у нас получилось ну такая небольшая у меня зарисовочка в общем мне нужно связать вот такую улитку размером она должна быть высотой 10 сантиметров но приблизительно я чертеж нарисовала вот такого наверное размером она будет глазки у нее должны быть бусинки на рожках и чтобы она была не мультяшная а максимально похожа на настоящего слизняка и раковина у нее тоже будет нескольких цветов здесь я просто не нарисовала но мы с ней уже обговорили какой именно должен быть панцирь у улитки вот сама улитка будет белого цвета а панцирь у него будет белый с коричневым но не знаю что у меня получится сейчас я буду пробовать разрабатывать смотреть как мне будет поудобнее его сделать и обязательно покажу вам результат что у меня получится сделать мне такую улитку нужно максимально быстро потому что 14 февраля уже совсем скоро и в течение 3-4 дней мне нужно уже отдать девушки ее заказ поэтому сейчас отложу все своим делам остальные и приступлю к выполнению вот этого заказа всем доброе утро сегодня уже 9 февраля суббота последний день моего отчета за рукодельную неделю и сейчас я вам покажу что я вчера сделала я сделала улитку по своему рисунку который я вчера вам показывала осталось мне сделать только панцирь ей сюда панцирь будет коричневый с белым и пришить их ласки улитки глазки будут располагаться на рожках так захотела заказчица в общем вот такая улиточка у меня получилось вот ну на этом я буду прощаться с вами увидимся в следующих видео всем до новых встреч пока пока